всем привет друзья всплыли новые подробности шоу под названием обнуление регионов регионы взбунтовались в адрес чекиста посыпались угрозы народ жаждет расправы с путинским режимом какие события чуть не довели деда до инфаркта об этом расскажу я вам конце ролика друзья давайте выведем этот ролик в топ ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делайте репосты так как многие не понимают что происходит в стране а сейчас про все аферы путинского режима в рф произошло самое постыдное и вызывающее антидемократическое действие за всю эпоху путинского правления за 20 лет у власти пребывания кремлевский смотрящий много раз заявлял публике что никогда и ни за что не станет менять конституцию потому что очень гордится этим главным российским документом я что до 100 лет что лидер на сеять нет нет однако желание остаться его власти пересилила его былую гордость и чекист решил обнулиться разумеется и прежде всего именно ради обнуления путинских сроков и был затеян весь этот сыр бор на который ушло сотни миллионов бюджетных рублей в стране с нищим населением все сделано для того чтобы просто запутать голову в итоге честнейшие сборщики кремлевской статистики сообщили что якобы старика поддерживают аж целых 70 процентов граждан рф я в такой позиции нахожусь уже не первый год власти сми и правильная статистика все вместе создали активность гражданского процесса там где его не было и в помине самым активным избирателям подарили квартиры автомобили моторные лодки смартфоны и так далее я всегда в принципе так поступал везде а оплатил весь этот электоральный банкет местный олигарх чекистский бизнес занятый торговыми ресурсами какие-то деньги выделили и кремлевские поправки принялись все сразу на кокаиненные кремлевские политтехнологи все же сообразили что просто за обнуление народ голосовать не будет поэтому добавили текст массу неоднозначных пунктов которые по замыслу должны показаться важными вроде бы кабы граждане как бы голосуют за упоминание в конституции бога какого именно правда не ясно ведь по той же конституции рф страна многоконфессионально за запрет в рф однополых браков которые также запрещены семейным кодексом а также за четко установленный минимальный размер оплаты труда который также установлен здесь секрета нет мы уже об этом говорили так что в действительности граждане рф голосуют исключительно за пожизненное правление путина получилось что так путинизм уже давно основополагающая составляющая либерал чекистская система управления включающая в себя также псевдо стабильность когда в политике ничего не меняется отсутствие свободы личности и свободы слова мнимую конфронтацию с неким внешним врагом партнером безудержное воровство и тотальную коррупцию по новой исправленной конституции путин выступает не гарантом прав и свобод граждан а паханом обеспечивающим возможность грабежа для своего окружения именно поэтому российская элита стремится как можно дальше продлить нахождение у власти отжившего свой век маразматика вы сами это знаете лучше лучше чем и реально оторванного от власти чекиста его ближайшее окружение резонно опасается что при смене президента даже на своего но просто какого-то другого немедленно начнется передел активов собственности и ресурсов и кому-то придется просто вынуждена расстаться с тем что было украдено за два минувших десятилетия допустить этого конечно же нельзя путинские приятели еще не наворовались ну что ж гражданам рф теперь придется приспосабливаться безработицы и безденежью регионы массово заявляют о нарастании нехватки денег не подкрепленные бюджетным финансированием путинские нацпроекты а также директивно заявленные индексации зарплат врачей учителей и раньше пробивали в бюджетах и регионов неустранимую брешь теперь же с приходом коронакризиса затянувшегося на месяц и ситуация с бюджетными дырами серьезно усугубилась люди готовы выходить на митинги чтобы отстоять свои права вот только кремлевские закрыли глаза и уши и повернулись пятой точкой к народу доходы регионов резко сократились тогда как расходы из-за дорогостоящих мер борьбы с реальными последствиями мнимой эпидемии выросли из-за чего местные власти столкнулись с необходимостью покрытия значительного бюджетного дефицита в результате 80 процентов регионах наблюдается существенное сокращение доходов а в 40 процентах необходимо срочно латать дыры на общую сумму в 245 миллиардов рублей при этом в ближайшие месяцы число дефицитных регионов и их суммарный дефицит продолжает увеличиваться что означает опять-таки значительное сокращение расходов экономии на ремонтах домов и дорог социальных программ и так далее и все это на фоне падения доходов населения усугубляющегося экономического кризиса на фоне падения доходов населения все происходящее ведет к тому что сторона все быстрее погружается в глубокую экономическую депрессию людям надоело выживать таких условиях покупательная способность стремительно падает сокращаются экономические возможности целых регионов предприятий и рядовых граждан россияне серьезно обеспокоены своим материальным положением при этом что характерно беспокойство ощущают как уже безработные так и пока еще работающие обитатели рф тем не менее экономисты утверждают что эта ситуация будет только ухудшаться и что простым гражданам придется приспосабливаться безденежью отказываться от серьезных трат и кредитов сокращение расходов автоматически приводит к сжатию экономики и текущая статистика тому подтверждение при этом единственное чем заняты кремлевские набивание баблом своих собственных карманов жительница ростова-на-дону два года назад вышла на пенсию и теперь вынуждена ходить в столовую для бездомных и малоимущих по словам пенсионерки выплаты которую я и назначила государство катастрофически не хватает пенсия очень маленькая 8 и 4000 рублей с доплатой а так пенсия у меня всего 7000 не хватает на лекарство у меня много заболеваний грыжа ногу два раза ломала пенсии моих хватает только на коммуналку поэтому я вынуждена сюда ходить жалуется пенсионерка 172-летний мужчина вообще написал письмо президенту пожаловавшись на невозможность существовать на пенсию господин президент прошу дать распоряжение губернатора забайкальского края и выкопать мне могилу и купить мне гроб мне 72 года жить в этой стране невозможно пенсионер жалуется что почти вся его пенсия идет на погашение долгов жкх при этом сам пенсионер проработал в этой сфере более 40 лет на сегодняшний день у меня нет денег купить даже булку себе не могу не денег и на лекарства которые мне необходимы ежедневно сказал пожилой мужчина пенсионную реформу назвал неудачной и лидер лдпр владимир жириновский он считает что после реализации пенсионной реформы многие россияне старше 60 лет могут лишиться и пенсии и работы в итоге неудел окажутся до 200 тысяч пожилых людей ежегодно ведь то что правительство увеличило пенсионный возраст не значит что все люди предпенсионного возраста будут иметь работу их будет выдавливать с рабочих мест молодежь а также цифровизация и робототехника взамен пенсионной реформы лидер лдпр предложил простую и понятную схему выйдя на пенсию за каждый год работы человек получает одну тысячу рублей отработал 20 лет пенсия 20 тысяч отработал 40 40 тысяч но нашему любимому президенту нет дела до народа все его обещания не повышать пенсионный возраст пока он возглавляет государство просто лапша на уши в 2005 году президент россии владимир путин заверял россиян что пенсионный возраст в рф повышен не будет пока он остается главой государства я против увеличения сроков пенсионного возраста и пока я президент такого решения принято не будет говорил путин 2005 году возраст выхода на пенсию в россии не изменялся со времен ссср и составлял для мужчин 60 лет а для женщин 55 но с 1 января 2019 года российское правительство повысило пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин согласно глобальному пенсионному индексу по состоянию над 2017 год рф является одной из худших стран мира для пенсионеров формальным инициатором реформы стал премьер-министр россии дмитрий медведев слова которого меня просто поразили димка вот что заявил молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам друзья ставьте лайк под этим видео если считаете что путина с его шайкой пора давно было бы отправить на нары ваша активность на канале мотивирует меня делать подобные видео и говорить всю правду про наше неудачное правительство формальным инициатором реформы стал премьер-министр россии дмитрий медведев слова которого меня просто поразили в российском обществе громко пенсионная реформа конечно же вызвала резкую негативную реакцию по данным исследования фонда общественного мнения 80 процентов опрошенных россиян выступают против повышения пенсионного возраста при этом 39 из них боятся не дожить до пенсии а 10 указывает на то что в пенсионном возрасте сложно найти работу пенсионная реформа обрушила уровень доверия россии к президенту владимиру путину президент путин просто обосрался то что он говорил 2005 просто откровенная ложь